Новый день с нами Ветеран Великой Отечественной Николай Евтушенко знает не понаслышке. Он прошел войну от начала до конца. Воевал в пехоте, был танкистом и артиллеристом. За участие в сражениях на Курской дуге Николай Евтушенко награжден медалью за отвагу. О боях под Курском ветеран вспоминает как о страшном сне. Особенно масштабным и ожесточенным было танковое противостояние. И готовится, наши готовятся. А потом уже море массово сгоревших танков. Там и рукопашная была. Когда уже танки кончаются, те выскочили с танка, те выскочили оттуда. Рукопашная и прочая битва была. Битва страшная, про хроники была. Ну как-то я получил, что буквально с немцем бил, он с автоматами, а вот по комнате, когда баталии. И представляете, вот так, ни царапин, ничего я там не получил. А потом ночью уже добрались. А потом наши дали бой, и тогда уже мы покатились. Отдельные исследователи отмечают, в Курской битве можно было обойтись меньшей кровью. А вот что думает об этом непосредственный участник событий 70-летней давности. Не знаю, малой кровью. Трудно было, потому что там сила еще была. Немцы еще были сильны тогда, так что там еще малой кровью не возьмешь. Конечно, может быть, отдельные операции уж слишком стали жертвенными. После Курской битвы война для Николая Евтушенко не закончилась. Дальше было форсирование Днепра, Висло-Одерская и Берлинская операции. День Победы герой встретил в Праге. Имя ветерана внесено в энциклопедию солдаты 20 века. Ну а теперь к другим темам. Красоту горных пейзажей Кавказа оценили посетители фото-выставки «Лучше гор могут быть только горы». Экспозиция под таким названием открылась в доме музея Николая Зелинского в столице Приднестровья, Тирасполе. Авторами стали туристы-фотолюбители, покорители горных вершин Александр и Анатолий Дикусары. Отец и сын увлеклись туризмом 4 года назад и теперь уже не мыслят себя без ежегодных походов в горы. Начались с Семитысячника, пика Ленина на Памире. Второй высотой, на которой они побывали, стал Эльбрус. Поклонников у Двуглавой горы хоть отбавляй, а вот голосов для выхода в финал мультимедийного конкурса «Россия-10» катастрофически не хватает. До окончания второго этапа осталось всего лишь 9 дней, а мы все больше отдаляемся от заветной 30-й позиции в рейтинге российских достопримечательностей. Ведь только первые 30 объектов из этого списка смогут продолжить борьбу за звание нового визуального символа страны. Если вы хотите поддержать Эльбрус, это можно сделать на сайте 10rusha.ru или отправить смс на номер 1880. В тексте нужно трижды через пробел набрать цифру 34. Стоимость такого сообщения 3 рубля 54 копейки с НДС. И последнее. Сегодня состоятся очередные игры футбольной национальной лиги. Спартак-Нальчик принимает у себя Владивостокскую луч-энергию. В турнирной таблице соперники Нальчан на 15-м, а Спартаковцы на 16-м месте. У команд равное количество очков по 8. Правда, в копилке Спартаковцев чуть больше забитых мячей. Информация для болельщиков. Пройти досмотр баннеров и средств поддержки нужно не позднее, чем за 45 минут до начала матча. Местом досмотра станет вход на стадион номер 6 со стороны проспекта Шигенцуково. А фанаты команды гостей пройдут досмотр на въезде со стороны поля с искусственным покрытием. С полпятого до полшестого. Начнется игра в 19.00. И пока это все, увидимся через полчаса. Приветствую всех, кто встречает новый день с нами в эфире «Вести утро» Кабардино-Балкария в студии Мадина Урусова. Сегодня день воинской славы России. 70 лет назад советские войска разгромили немцев в Курской битве. Сражение стало переломным в Великой Отечественной. После этой победы Красная Армия уже не знала поражений и гнала фашистов с родной земли до самого Берлина. О том, какой ценой досталось это свершение, ветеран Великой Отечественной Николай Евтушенко знает не понаслышке. Он прошел войну от начала до конца. Воевал в пехоте, был танкистом и артиллеристом. За участие в сражениях на Курской дуге Николай Евтушенко награжден медалью за отвагу. О боях под Курском ветеран вспоминает как о страшном сне. Особенно масштабным и ожесточенным было танковое противостояние. Те готовятся, наши готовятся, а потом уже море массово сгоревших танков. Там и рукопашная была, когда уже танки кончаются, те выскочили с танка, те выскочили оттуда. Рукопашная и прочая битва была. Битва страшная, про хроники была. Ну как-то я получил, что буквально с немцем бил, он с автоматами, а вот по комнате, когда баталии. И представляете, вот так, ни царапин, ничего я там не получил. А потом ночью уже добрались. А потом наши дали бой, и тогда уже мы покатились. Отдельные исследователи отмечают, в Курской битве можно было обойтись меньшей кровью. А вот, что думает об этом непосредственный участник событий 70-летней давности. Не знаю, малой кровью. Война. Трудно было, потому что там сила еще была. Немцы еще были сильны тогда, так что там еще малой кровью не возьмешь. Конечно, может быть, отдельные операции слишком стали жертвенными. После Курской битвы война для Николая Евтушенко не закончилась. Дальше было форсирование Днепра, Висло-Одерская и Берлинская операции. День Победы герой встретил в Праге. Имя ветерана внесено в энциклопедию солдаты 20 века. Ну а теперь к другим темам. Красоту горных пейзажей Кавказа оценили посетители фотовыставки «Лучше гор могут быть только горы». Экспозиция под таким названием открылась в доме музея Николая Зелинского в столице Приднестровья, Тирасполе. Авторами стали туристы-фотолюбители, покорители горных вершин Александр и Анатолий Декусары. Отец и сын увлеклись туризмом 4 года назад и теперь уже не мыслят себя без ежегодных походов в горы. Начали с семитысячника Пиколенина на Памире. Второй высотой, на которой они побывали, стал Эльбрус. Поклонников у Двуглавой горы хоть отбавляй, а вот голосов для выхода в финал мультимедийного конкурса «Россия-10» катастрофически не хватает. До окончания второго этапа осталось всего лишь 9 дней, а мы все больше отдаляемся от заветной 30-й позиции в рейтинге российских достопримечательностей. Ведь только первые 30 объектов из этого списка смогут продолжить борьбу за звание нового визуального символа страны. Если вы хотите поддержать Эльбрус, это можно сделать на сайте 10rusha.ru или отправить смс на номер 1880. В тексте нужно трижды через пробел набрать цифру 34. Стоимость такого сообщения 3 рубля 54 копейки с НДС. И последнее. Сегодня состоятся очередные игры футбольной национальной лиги. «Спартак-Нальчик» принимает у себя Владивостокскую луч-энергию. В турнирной таблице соперники «Нальчан» на 15-м, а «Спартаковцы» на 16-м месте. У команд равное количество очков по 8. Правда, в копилке «Спартаковцев» чуть больше забитых мячей. Информация для болельщиков. Пройти досмотр, баннеров и средств поддержки нужно не позднее, чем за 45 минут до начала матча. Местом досмотра станет вход на стадион номер 6 со стороны проспекта Шигенцуково. А фанаты команды гостей пройдут досмотр на въезде со стороны поля с искусственным покрытием. С полпятого до полшестого. Начнется игра в 19.00. И это все. Я с вами прощаюсь. Удачного дня! Продолжение следует...